Всем доброе утро! Мы с приятельницей в магазине FixPrice. Мне нужен секатор. Я его покупала еще весной и вот с тех пор больше не видела. Он действительно заслуживает внимания и удобен в эксплуатации. Смотрю, появились маленькие фонари. 199 рублей. И эти корзинки, по-моему, тоже новинки в двух цветах. Сделаны очень-очень аккуратно. Мне понравились. Цена 249 рублей. Довольно вместительные. Можно и поставить, и повесить. Первый раз увидела такие абажуры. Они из тонкой-тонкой фанеры. Даже не знаю, можно ли их собрать, не сломав. Все такое хлипкое. Декоративные элементы. Фанеры, по-моему, точно такой же толщины, как и на абажуре. Люблю всякие такие штучки. Они представлены в нескольких видах. Вернее, несколько наборов. Цветы, такие зверята. Цена 79 рублей. Такой набор и еще с бабочками. Появились зеркала для любителей скандинавского стиля. Мне кажется, рукодельная барышня может сделать такое зеркало запросто. Хотя не уверена, что оно получится дешевле. Слишком много. Для него надо будет покупать и бусины, и зеркало. Щетка для ног. Что-то подобное у меня есть на даче в душевой кабине. Тоже на присосках. После грядок хорошо оттирать ноги. Необычная разделочная доска. Сразу с поддоном. Этажерка очень-очень легкая. Я даже не знаю, из чего она сделана. Честно говоря, впечатление не произвела. Мы с приятельницей долго думали, как же можно открыть эти банки. Пробку достать невозможно. Интересно, как же их доставать. Вопрос на засыпку. А вот это просто красота. Да, кружки знатны и размерчик хороший. Хороша. Как эмалированная смотрится. Еще зеленая и черная. Цвет такой красивый синий. Глубокий. Долго мы смотрели на эти горшки. Приятельница даже думала купить парочку. Вообще, неплохой ассортимент горшков и кашпо. Есть из чего выбрать. Это, по-моему, тоже что-то новенькое. Приятельница очень понравилась эта ключница. Она купила себе вот такие контейнеры для холодильника, чтобы хранить овощи или фрукты. Для любителей золота подхваты для штор. Есть и такие, и такие, и золотые крючки в виде цветка. Я уже давно пользуюсь подобными сумками для похода в магазин. Они удобные, вместительные, но у меня гораздо большего размера. Дорожные наборы. Удобно с собой взять шампунь, крем, еще какие-то средства. Складной стакан удобно держать в машине. Да и брать его с собой в дорогу. Понравились эти салфетки. Можно использовать и не по назначению. Сделать настенное панно из нескольких штук. Еще что-то добавить. Например, то зеркало с бусинами. И снова мы вернулись к этим горшкам. Надо определиться, какой же цвет выбрать. Я вот смотрю, они хорошо будут под сухоцветы. Это горшки. Но как горшки их использовать, конечно, можно. Это как кашки. Нет, это не кашку, это горшки. Но черные, наверное, все-таки более такие. Вот так белые. Но они симпатичные. Вот эти лошадки, которые... Ой, это что такое? Тут сейчас увидела. Для книг? Нет, нет. Поддерживаю. Это я поняла. Как скажу. На боку, на стол. Сидячая пигурка. Это что-то новенькое. Я такое не видела. Новинка, да? Вот. Нет, это лошадка. 199. Девочка с вазой. Нет. Не знаю, что вас ждет. Я люблю-то. Я видела такие деревянные. На журнальных столах сидят. Ну да. В итоге приятельница выбрала черные горшки. Наверное, соглашусь с ней. Они смотрелись лучше всего. Мне эти кружки показались очень симпатичными. Впрочем, эти тоже. Мне кажется, это новинки. Еще вот такой соусник. Или можно использовать как молочник. Такие же стаканы. Кофеварка. Ну, хороша. Похоже, кто-то пытался безуспешно достать эти пробки. Красивые кружки. Приятный рисунок. Трех видов были. Трех цветов. Пора домой. Дома покажу, что я купила. Совсем немного. Но все нужное. И первое. Гель для очистки труб. Беру первый раз. Мне его посоветовала сестра Танюша. Говорит, очень хорошая штучка. Ну, вот попробую. Потом расскажу. А может, кто-то уже брал такой гель. Пожалуйста, поделитесь в комментариях. Как он вам понравился? Или нет? Еще купила набор декоративных элементов. Выбрала зайчиков. Они легко выдавливаются. Ну, в общем, с Анюткой будем творить. Хотя, смотрю, тут не только зайцы. Эта книга тоже для Анюты. Я помню, в детстве у нас было что-то подобное. Называлась кукла Наташа. Она была из твердого-твердого картона. На подставке. Одежда держалась на магнитах. Здесь вырезать ничего не надо. Просто аккуратно все выдавливается. И вот такие полосочки для закрепления одежды. Если честно, сама в это с удовольствием поиграю. По-моему, стоила 149 рублей. И все-таки я купила эту корзинку. Очень понравилась. Выполнена аккуратно. Сейчас покажу, как я ее буду использовать. Поскольку планирую использовать ее в ванной комнате, поэтому выбрала такой цвет, чтобы перекликались. Один нюанс. Если подвесить ее на крючок, который находится не вплотную к стене, то все это будет выглядеть вот так. Может быть, даже и вываливаться. Совсем другое дело, когда вплотную к стене. Субтитры сделал DimaTorzok